Продолжение следует... Далее братьев Диасов, а именно Чарли Дека и Хосе Агуайо. Их противостояние наверняка понравилось именитым друзьям участников боя. Ключевым фактором в итоге стала борьба Чарли. Он сумел перевести дело на настилы в первом и в третьем раунде, где и провел много времени, разбивая оборонительные редуты Хосе, перманентно ища возможности для сабмишена. Ближе остальных был второй отрезок, в котором бойцы решили поиграть в игру, чей орех крепче, но нокаута зрители так и не увидели, так как наблюдались довольно приличные проблемы с прицелом у обоих. Определять победителя пришлось судьям. И все они были единогласны, отдав пальму первенства Чарли. От канадско-австралийской дуэли между Энтони Ромеро и Антонио Карусо организаторы и болельщики ждали чего-то эдакого. Ну и в каком-то смысле это ожидание оправдалось. В первом раунде Карусо пытался использовать свою ударную технику только лишь для того, чтобы зайти в борьбу, где, к удивлению многих, раз за разом отдавал позицию. Самый яркий момент встречи случился во втором отрезке, когда Карусо допустил еще одну оплошность и отошел на недостаточное расстояние от соперника, пропустив чистый удар в челюсть. Энтони тут же принялся добивать и включился просто с пулеметной скоростью, но добить Карусо так и не сумел. Также следует отметить выдержку рефери, который правильно оценил ситуацию и не стал останавливать бой. Плюс ко всему, Антонио открыто хватался за сетку и с него сняли балл. Заключительный раунд расклад сил особо не поменял, и Ромеро праздновал итоговый успех. На всех судейских карточках значились цифры 30-26. В рамках третьего поединка турнира в клетку вышли двое бразильцев. Непобежденный фаворит Мануэль Соуса и очень жесткий и при этом абсолютно глухой Пауло Лая. Поединок получился очень зрелищным и динамичным. Соуса несколько десятков раз пытался выломать Лаи то руку, то ногу, но Пауло раз за разом демонстрировал феноменальные навыки в защите, невероятную изворотливость и умение терпеть до конца. В итоге, несмотря на многочисленные опасные моменты, поединок все-таки дошел до решения судей, которая, к удивлению публике, оказалась раздельным, но все же в пользу Соуса. В последнем поединке вечера Ника Рыгуанец из Майами, Элвин Испиноса, сразился с Дамиром Фератбеговичем из Боснии. Бой получился односторонним, Испиноса постоянно атаковал, доминировал в стойке и в партере Фератбегович мужественно оборонялся, но постепенно сбавлял обороты и в итоге был задушен во втором раунде. После окончания поединков в клетку по традиции вызвали четверых победителей. Затем пришла очередь выявлять финалистов. Ими оказались Энтони Ромеро и Элвин Испиноса. Наступил волнительный момент выбора победителя. На жюри выбрало Испиносу. Благосклонность зрителей также оказалась на стороне Ника Рыгуанца, который и получил контракт с ПФЛ. Редактор субтитров А.Семкин